Ребята, в общем с вами Дориди и добро пожаловать в игрушку Rains Game of Thrones. Это игрушка для любителей, для фанатов Игры Престолов. Им просто очень понравится игра. Я надеюсь, что она мне тоже понравится. Ну что ж, давайте начнем. Это игрушка, мы будем в общем читать вопросы и отвечать. У нас будет два варианта, допустим, отвернуться, либо же занять трон. И так каждый раз будет вопрос и у нас будет два варианта ответа. Ну что ж, погнали. Дейенерис был рожден из дома Таргаринов, мать драконов. Железный трон теперь ваш. Зачем я буду отвернуться? Давайте займем трон. Так. Как это делается? Да, все, займем трон. Так, ладно, понятно, что ничего не понятно. Я бы постерегся, трон ужасно колючий на собрании малого совета куда безопаснее. И оно как раз вот-вот начнется. Мне нужно увидеть Дрогона. Хорошо. Давайте хорошо. Так. Тогда позволь мне. Он ведет вас в башню Десницы. Интересно. А тут любой вариант? Хорошо, подожди. Прикольно. Ваша светлость, добро пожаловать на первое собрание совета. Мы здесь, чтобы помочь вам, ежели возникнет надобность. Как утомительно, есть ли весть из севера. Давайте посмотрим. Винтерфелл просит еще денег. Они говорят, что их потери во время войны... А, что они... Что их потери во время войны пяти королей были слишком велики. Ладно, давайте поможем. Леди Санса очень любима народом. Крепкий союз севера будет нам очень на руку. То есть мы, как бы, руководители, мы будем этим управлять. Всем и, как это скажется, на дальнейшем будем смотреть. Так, значит. Леди Санса очень любима народом. Крепкий союз севера будет нам очень на руку. Да, я думаю, стоит. Помогите. Что-то я всем помогаю, помогаю. Так, помогите нам распространить веру в семерых. И мы сделаем все, чтобы этот союз пришелся по нраву народу. Ваша помощь будет очень кстати. Да, давайте. Примите мой скромный совет. Не стоит давать власть служителям церкви. Они используют все против вас. Кстати, я тоже думаю. Но они могут быть полезны. Верно, да. Я все слышал. Моя любовь к короне чисто подобно деве. Так, подожди. Вам сто. Я уверен. В смысле? Я не понял вопроса. Я все слышал. То есть кто-то слышал. Моя любовь к короне чисто подобно деве. А почему тут не дописано? Ответ. Я уверен. И что-то случается. Вам сто. И что-то случается, блин. Я не понял. Золотой плащ вырывается в комнату малого совета. Простите мне мое вторжение, ваша светлость. Но в ворот замка собирается толпа. Ряд, я первый раз играю. Возвращусь, когда мы будем второй раз. А играть мы немножко по-другому это все сделаем. Но в игрушку явно я буду играть. Игрушка довольно-таки интересная. Так, тут нужно думать головой. Простите мне мое вторжение, ваша светлость. Но в ворот замка собирается толпа. Разгони их. Чего они хотят? Может нам стоит выйти к ним и спросить? Думаю, собрание можно считать оконченным. Нет, отправьте золотых плащей. Хорошо. Нет, давайте. Нет, отправьте золотых плащей. Так. Вытравить муравьев и с помощью пожара возможно. Но огонь может охватить весь замок. Я настаивал твоя правда. Подожди. Вытравить муравьев и с помощью пожара можно. Возможно. Но огонь может. Ладно, давайте. Согласимся или нет? Нет, давайте настоим. Я правильно нет сказал? Луны на троне. Что такое нам дали? Так, неизвестно. Армия захватила Харренхол. Предлагаю отправить туда наши войска. А если наши войска умрут? Давайте отправим. Что, все плохо? Моя королева, простите мне мое вторжение. К нам прибыли два ворона. Со срочными посланиями со стены из Миэрина. Со стены Джон. Я успел прочесть послание и должен предостеречь вас от следования. Зовут драконьей крови и поспешных действий. Я успел прочесть послание и должен предостеречь вас от следования. Зовут драконьей крови и поспешных действий. Я хочу прочесть их. Давайте. Ворон. Так, Мэрин Пал. Моя королева, я пишу это послание. Враг стучит в дверь. Стоит показать им наше гостеприимство. Дарио на Харрис какой-то. Глупец. Так. Джон Сноу и половина наших разведчиков сгинули за... сгинули за стеной. Мертвецы уже близко. Помогите нам. Глупец. Мне нужно идти куда? Ну, давайте. Что такое? Мне кажется, перевод немножко неправильный. Я, может быть, могу ошибаться? Так. Вы... Вы крадетесь по узкому неосвещенному проходу, что скрыт под камерами темницы. Дрогон. Дракариес. Пробудить дрогона. Мы пробудили дрогона? Это плохо, что ли? Интересно. Вы крадетесь так. Что-то... Что-то всколоснулось внутри дрогона. По вашей команде он выпускает столб огня, испепеляя свои оковы. Так. Подожди, это кто такой? Нет, останьтесь. Прошу, останьтесь. Ох, безумная королева драконов. Неужели вы не послушаетесь меня, если что-то случится с вами? Я вернусь. Я вернусь. Нет выбора. Я вернусь. Хотя бы скажите мне, куда вы отправляетесь? На стену. В смысле? Мать драконов навсегда покинула королевскую гавань. Не стоило нам на стену, да, ползти? Их светлость пропали. Мы проиграли, да? Выслушать просьбу севера мы не сделали. Так, повстречать пирата провести суд на Серсеи. Над Серсеи. А, понятно, ребят. Простите за мою начитанность. Ох, вы не очень хорошие. В смысле, мы продолжаем? Силуэт дрогона сливается с горизонтом видения понемногу растворяется в приятно ракочущем пламени. Интересно, подожди. Это продолжение? Я думал, уже всё. Леди Мелисандра. Я... Я не понимаю. В Дейенерис течёт кровь драконов. Она не могла сбежать. Владыка Света, я не смею усомниться в твоей мудрости. Твой замысел безупречен. Мне лишь не дано его понять. Если перерождение Азор-Ахай не Дейенерис, тогда кто же? Тирион, а Ланнистер смелое предложение. Я чё, могу за других играть? Вот это Дейенерис? Давайте выберем другого. Да здравствует их величество. Слушай, тут разные персонажи. Прикольно. Зачем просить меня стать твоей десницей, если это шутка, то весьма дурного вкуса? О, я бы не осмелился. Мне она кажется забавной. А даже тебе вырвут язык. Давайте будем такие наглые. Да таразская королева ошибалась с выбором. Народ ненавидит тебя, но я не могу позволить тебе умереть. пусть и не в силах тебя просить. Я знаю. Два брата на страже престола. Калека и Карлик цареубийца и отцеубийца сложат ли они о нас песню. Не зря же я плачу Бардам самую лучшую песню. Ваша светлость как вы себя чувствуете если пожелаете отдохнуть я уже разожгла огонь в ваших покоях в замке так холодно. Благодарю тебе мне не до отдыха. Мы такие наглые нам пофиг мне на их просьбе. Голодающие крестьяне из перешейка ушли в речные земли. То есть я пытаюсь движиться в роль и я буду очень наглым очень таким строгим и злым правителем. Так значит голодающие крестьяне из просто интересно посмотреть что будет. Перешейки ушли в речные земли. Боюсь если ничего не сделать они начнут грабить. Нет. Повстречать пиратам мы это сделали. Наши потери велики. Наши мужчины погибли а будущее дома тумана как никогда помогите нам разыскать Эдмура. До фиг тебе нет. О, смотрите это плохо то что если будет меч видимо полон меня могут убить. Это опасно. Нужно держать на более низком уровне. Я бы хотел купить немного дикого огня. Но зачем? в цену которую я готов заплатить входит отсутствие лишних вопросов. Так продается он или нет? Нет. Слушай да вы сейчас реально убьются смотрите. Так это тоже наверное плохо постоянно всем отказывать и постоянно быть таким злым. Конечно тебя попытаются свергнуть. Так шепчет ваша светлость мне нужно с вами поговорить но не здесь прошу вас следуйте за мной. Давайте пойдем. Взятки тайны. Лорд Варрис приводит вас в маленькую комнату в которой ожидают несколько его пташек. Давайте тайны. Достаточно гнусный секрет может уничтожить даже верховного септона. Позвольте мне этим воспользоваться. Септон был замечен с куртизанкой в недостойном акте. Может нам стоит позволить народу узнать об этом? Да хорошо. О сразу все пропало. Лицемерие церкви стало очевидным для всех. Это хорошо да что я правильно значит ответил. Я так так что ты говоришь? Я как великий мастер могу направить умы всех мейстеров в нужное русло. У вашего величества есть пожелания? Посмотрим. Так я должен выбрать разобраться накопить записать исследование разработать разработать новое оружие. Да это наоборот хорошо что меч растет да я думал это плохо постраду гуляют сладкие стишки высмеющие вас и ваша почтенных предков давайте блин казнить конечно плохо железный флот разгромлен наши войска вошли в Париж возможно на морском троне стоит сидеть более сговорчивому грейджо грейджо не ни в коем случае нет 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 наш кто нас наш ставленник не блин ставлен просто не знаю так наш ставленник недолго продержит продержится на троне железно рожденными будет править лишь самый сильный и жестокий так созвать вечи королей ваша светлость я безмерно польщен возможности встретиться с вами меня зовут вироса остеон я представляю железный банк вести россия ты кто такой так сир фредрик прибыл мой король я буду охранять вход так я что я бытность свою мастером над монетой вы произвели неизгладимое впечатление на железный банк если вам не занимать как и денег как ваша светлость выносит это гадкого хлыща мы едим и пьем за его счет он весьма забавен и умеет пропускать некоторые реплики мимо ушей мы станем прекрасными союзниками прошу вас примите сей скромный дар благодарю вас а если я откажусь о богатство а последнее это богатство нифига себе очень богатый вы настолько ловко обращаетесь с гроз с бухом что недостаток денег вам точно не грозит прикольно я богатый в принципе мне довольно-таки хорошая армия население видимо вторая вот это я не знаю звездочка что значит то есть последнее это богатство первое меч это значит у нас сила третья народа вот звездочка не знаю так прошу вас позвольте мне взять на себя рутинную каждодневное управление королевства а вы наслажаетесь каждым днем вашего управления нет 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 так вам необходим мастер над монетой в гроз бухах ужасно неразбериха а железный банк начинает терять терпение да кому нужны эти грозбухи вы созываете нескольких кандидатов на пост мастера над монетой кто лучше справится лорд ну этот вообще военный я думаю вот этого лорда выберите меня и услышите рев в казны многие завистью смотрят на богатство короны ваше величество я боюсь за вашу жизнь как и все добрые подданные что что со всех сторон а что выбрать то конкретно о новая судьба интересно так сладости ядовитого поцелуя быстро сменяется агонии вы медленно умираете до самого рассвета меня отравили новая судьба нежный поцелуй блин она меня обманула я умер богатым и светлость мертва так трион набрал 15 лун Дейнерис всего лишь три луны за свою добрость она меньше прожила я скучаю по Станису его честное сердце и сильная кровь но он не был перерождением Азор Ахай мне нужно найти новый путь тут некоторые простите неизвестно хорошо давайте пробуем еще раз заданерис и на этом закончим теперь она будет более строгая ну добрая насчет она будет добрая насчет именно бедных насчет богатых наглых она будет строгая добро пожаловать домой мать драконов Первый раз мы заняли трон, давайте сбежим Уже не сбежать, кто-то совсем близко Странное неприятное чувство того, что это уже не раз происходило Охватывает вас То есть все равно, все равно я занял трон Так, вы королева драконов, но ваше главное оружие все еще спит Может быть мне стоит изучить способы пробуждения Дрогона? Так, о Аберина, было много дочерей и с каждым днем мы растем и крепчаем Фамилия Сент не помешает нам править Дорном, нет Дрогон впал в леетаргический сон и мне не удалось его пробудить Хотите увидеться с ним? Хорошо Дрогон уже многие дни спит и... Давайте пробудим его Дракарис, Дрогон пробудился и великие дома трепещут перед ним А любовь народа больше вас не интересует Дрогон больше не будет этого терпеть, ты мне больше не указ Я могу убить его, но мы не будем это делать Подожди Городской дозор стал настолько прожадным, что начал в открытую вымогать золотую подать Поднять жалование? Давайте поднимем жалование Умоляю вас, не спешите нас разгонять Простите мне мою дерзость, но я уверен, что смогу решить наши небольшие проблемы во имя короны У нас очень мало денег, ребят Ваш долг следить за тем, чтобы справедливость восторжевала У нас весьма сложная ситуация Да, народ немножко, но у нас в принципе с народом все нормально, у вас с деньгами плохо Капитан городского дозора, какая же продажная свинья, как остальные Даже бордель на казенные деньги открыть посмел Конечно, приведем Вы просто не... У нас так денег мало, он бордель не открывает Вы просто неправильно меня поняли, это такой хитрый план получения дисциплины Я могу его убить, могу нет Блин, еще меньше денег стало А что если у меня вообще денег не будет? Скорее всего я погибну Дорн собирает войско на... Принц... Придется кого-то убивать, блин, я не хотел Дрон собирает войско на принцевом перевале Возможно, нам стоит отправиться туда, в королевскую армию Мы без денег остаемся, нет Представитель железного банка желает вас видеть И он только что купил преданность городского дозора Новая судьба Срок мечей с золотых плащей поочередно пронзает ваше тело Пси... Ну потому что у меня деньги закончились Я умер, потому что у меня не было денег Тот умер, потому что он был слишком богатый Это, наверное, тоже плохо быть слишком богатым Надо все в меру, что ли? Она на втором месте Мне это понравилось Давайте попробуем еще раз за нее Ну будем теперь более строгими Все, потому что мне надоело два раза погибать Денерис, я прибыл из Винтерфейла Ситуация на севере осложнилась И требует твоего немедленного вмешательства На счет дозор заметил мертвецов за стеной Север шепчет, несмотря на все страдания Так, твои предложения Борьба с Серсеей и Железный Трон была непозволительной роскошью Нам нужна ваша помощь Так, Джон отводит вас в сторону Он берет вас за руку Лицо его бледно А пальцы дрожат Это Джон Сноу, что ли? Реально Джон Сноу Бран Винтерфейле Сказал мне кое-что о моем происхождении Он сказал, что мы с тобой связаны И что ты знаешь Это значит Я любила тебя Давайте так Любила? Я понимаю Прощайте, моя королева Доброго пути Нет Вау, мы новый персонаж открыли В чем дело, моя королева? Новые карты История меняется Когда я вновь тебя увижу Закононаследник Джон пытается успокоить вас сладкими речами Но вы не верите Слово Улыбаетесь Вы решаете провести с ним последнюю ночь Мало совет Хотел Хотел бы обсудить с вами ряд вопросов Требующих срочного внимания Давайте не сейчас О, сейчас все нормально В принципе и золото тоже Я хотел бы выразить вам благодарность За мир и порядок в королевстве Вот Этот скромный Этой скромной суммой О, совершенно ничего Просто без Безвозмездный дар Боюсь Ти Кого терелы Должны Железному банку Значительную сумму денег Если бы вы поступили по духу закона И конфисковали часть их земель Конфисковать земель Закон есть закон Давайте Вы конфискуете остатки земель Тирелов И делите доход от их С железным банком Не забывайте, что угрозы есть шипы У вас Принято достаточно У вас Так Припрятать достаточно золота Чтобы заплатить наемникам И отомстить Да тракийцы Мастерски Развоят лошадей Возможно мы могли бы Нанять их Чтобы улучшить нашу Конницу Я думаю стоит нанять Мы требуем правосудия Мы купили мясо А оно Клизко И воняет И уж точно не говядина Так Паститесь Или еще хуже Наказать мясников Раззнать подробности Так Хватило всем возможно Так Хвала всем возможным богам Это оказалось всего лишь Крысятина Это крысятина была? Безупречные Безупречные Обленились И Растолсели Сытная еда И мягкие Постели Испортили нас Мы можем Поохотиться Для вас Хорошо Кузнец Что там дальше? Кузнец Из Перешейка Нашел способ Паковать броню Легче И прочнее Нашей Нужно узнать Как Как же нам Ее заполучить? Да Мы можем Дать ему денег Действуем Прошу вас Что бы ни случилось Не говорите ему Что я здесь Прошу прощения Ваше великодушие Но не видели ли вы Лорда Варриса Так Фабер Круг Покидает Комнату Лорд Варрис Медленно уходит Из Колонны Благодарю вас Этот повар Повсюду за мной Таскается Говорит Хочет Шпионить Для вас Ваше Блистательное Сиятельство Самое время Выбрать Вино Для Завтрашнего Пиршества Только вот Такое Дело Мы слышали Звуки Будто бы Плач Из Подвала Однако Источник звука Найти Так и не удалось Да Весьма Нервирует Знаете ли Очень похоже На детский Плач Мне кажется Он Вы пожелали Меня увидеть Я же Даже Не лорд Я просто Кузнец Клянусь Я ничего Такого Не делал Это Тот Самый Кузнец О котором Мы Говорили Позвольте Мне Взглянуть На него Работы Возможно Нашей Армии Такой Талант Пригодится Давай Делай Что Хочешь Казна Пустей Ребят Мы Погибнем Так Доверенный Источник Сообщил Мне О Некой Таверне В Блошинном Дне Пропавшей Гнилью И отчаянием Так Облачившись В грязное Трепье От которого Веет Смертью Вы покидаете Красный Замок Через Давно Забытые Ворота Вы выходите Вниз Рачную Таверну И никому До вас Нет дела Все Я что ли Погиб Опять А Новые Карты Добро Пожаловать В мое Скромное Заведение Моя Принцесса Чего Изволите Или Пирог Или Все Сразу Не Будем Ничего Есть Води В таверну Я Выполн Задание Так Знаешь Мне Серьезно Он Подмигивает Так Явно Что Пожалуй Половина Зала Успела Заметить Отвести Взгляд Ваша Незаметность Пытается Упиться До Полусмерти Не пора ли Вернуться В свою Опочивальню Ох уж Эти Лорды Им Что Угодно Втюхать Можно Слушать Дальше Неделю Назад Аж Бочонок Свиной Крови Продал Сказал Мол Вино Арборское Арборское Давайте Дальше Слушаем Странно Он Был Конечно Лорд Этот Все Жаловаться На Предателя На Троне Так Лорд Варьес Проявляется Появляется У вас За спиной И шепчет Вам На Ухо Как интригующе Попробую Ко я Разузнать Кому И зачем Понадобилась Свиная Кровь Хорошо Эти Армия Крепчает У нас Вы Возвращаясь В замок Под Покрови Ночи Слушай Ну этот раз Я довольно Таки Долго Живу Верующие Все Пребывают И Пребывают Люди Прозрели Они Видят Правду Вы Готовы Покляться Мы Воюем На нескольких Фронтах Сразу Возможно Стоит Устроить Переговоры Да Так С кем Из ваших Врагов Вы желаете Установить Перемирие Ланнистер Слушай Ну ланнистеры Они сильные Ну блин Грейджой Тоже Те еще Твари Блин Не ланнистер Ну ланнистеры Намного Они Более Приятные Я бы сказал А Грейджой Я бы не сказал Блин Там реально Там Я смотрел Просто Игорь Представил И знаю Какие там Тоже Люди Они Более Такие Дикие Давайте С ланнистер Попробуем Вы действительно Считаете Что я Забыл О том Что вы Сделали Ланнистер Всегда Платят Свои Долги Вы Напали Первыми Нагло Нагло Ваша 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 Светло Как нам Поступить С этим Ланнистером Порвите Их Связь С Кредиторами Приготовьтесь К атаке О Хорошо Ответил Вы Разрабатываете Гениальный план И перекрываете Перекрываете Врагу Финансовый поток Ланнистер Вынужден Принять Мирное Соглашение Прикольно Сделал Мне нравится Суп Да Дай Больше Супа Дак Дак Дат Ракийцам Я На повара Похож То есть Что нет Думаю Он имеет Ввиду Вино Датракийцы Изрядно К нему Присрастились Снабдить Их Вином Нет Позвольте Стать Для вас Хорошим Слушателем И Безмолвной Поддержкой Слушай Мне кажется Она же Мне предала Нет У нас Слишком Мало Металла Для Доспехов Прикажите Заказать Еще Нет Так Ваши Первые Шаги Были Не Твердыми Моя Королева Однако Я Всегда Здесь И Готов Помочь Королевская Гавань Похожа На Зыбучий Песок Из которого Не Выплыть Ни Одной Жертвы Немного От тебя Пользы Благодарю Тебя Блин Опять У меня Денег Мало После того Как Трион Уходит Вы чувствуете За своей Спиной Счет Присутствие Трион Один Из Немногих Хороших Людей Именно Поэтому Он Стал Отличным Королем Нет Нам Нужны Деньги Чтобы Ремонтировать Септы Прибежище Надежно Для Ваших Подданных У нас Нету Денег Шепчет А Звездочка Скорее Сего Это Любят Меня Короче Народ Или Нет А Нет Народ Любят Или Нет Это Человечек А Вот Это Скорее Всего Я Не знаю Какая Там Немораль То есть Когда Я Отказывается Это Какая Неприязнь Ко Мне Именно Вот Высшем Обществе Ну Не знаю Правда Шепчет Ваша Светлость Мне Нужно С вами Поговорить Но Не Здесь Прошу Вас За Мной Так Лорд Варис Приводят Вас В маленькую Комнату В которой Ожидают Несколько Его Пташек Взятки Тайны Давайте На взятки Посмотрим Великие Дома Беспокойно Однако Подкуп Может Решить Эту Проблему И Их Лояльность Перестанет Быть Под Вопросом Нет Прошу Простить Мне Мою Дерзость Моя Королева Но Вам Стоит Жить Посредством Мы Сэкономим Избавшись От Тебя Вам Следует Присутствовать На сегодняшней Службе В память О Жертвах Взрыва Великой Септи Бей Лора А Взрыв Помню Помню Это Наверное Уже Сезон Пятый Наверное Был Нет О Все Плохо Ребятки Звездочка Совсем Упала И деньги Тоже Мы Получили Мы Получили Так Ворона Измерина Желаете Прочесть Письмо Хорошо Моя королева Сын Гарпий Восстали Против Нас Они Наняли Убийцу Скорее Всего Красного Жреца Заклинаю Будьте Осторожны Сжечь Письмо Так Предложение Так Предложите Одному Из кузнецов Ланнистерам Взять В жены Дочь Мелкого Дворянина У меня Есть Знакомый Который С радостью Его Отправит Денег Мало Пожалуй Это Лишь Сильнее Разозлило Ланнистеров Блин Да Тракийцы Очень Уже Налегают На Арабское Вино Довольно Пьянство Не желаете Ливы Вина Моя королева Нет Пережить 20 лун Я это Сделал Ребята Я пережил 20 лун До меня Дошли Слухи О возможном Нападении Дарнийцев На Штормовой Предел Почему бы Им Нападать Датракийцы Бандиты Нападают На Продовольственные Конвои Из Хей Гардена Королевской Гавани Нужны Эти Припасы Атаковать Денег Мало Оооо Все Плохо Вера 23 луны Мы Споражили Ну 23 дня Я так понимаю Вера в семейных силах Вей Строне Как никогда Это новая эра Эра чистоты И Непорочности Он по-моему Плохой чувак Такой правитель Не угоден С Семиры Мы Пощадим тебя Если ты Склонишь перед нами головы Все Мне хана Ребята Какой выбор Новая судьба Ваше Позорное шествие Заканчивается Вашей гибелью В одной из Подворотен Зря я его убил Короче Мне отомстили Мало денег было И Я был Я был Самой Хорошей Видимо Правительницей Понятно Теперь на первом месте 24 луны Пережил Пишите ваши результаты Сколько вы пережили Лорд Сноу Загадочно Полуволк Полудракон Возможно Он есть ключ Ко всему В общем У нас снова персонаж Появился Мы с вами В другой серии Поиграем Обязательно Ну а пока что И с вами прощаюсь Всем до скорого Пока-пока Еще увидимся Пока-пока